Взрыв в автобусе номер 29 Я принял решение, обсудил его с нашим владыкой, поставить на 9 дней поминальный крест, а уже до конца мая 2014 года мы поставим часовню в честь тех, кто погиб в этом бесчеловечном террористическом акте. Десятки СМИ тогда передали это обещание. Федеральные, региональные. Данное благое сообщение, казалось, подхватили все. Теперь же общественники назвали заявление эксгубернатора популизмом на человеческом горе. Часовня стала бы местом успокоения души, куда прийти, чтобы зажечь свечу, поговорить с близкими ушедшими. Но ни в мае, ни в июне, ни позже родные погибших и ранены в теракте так и не смогли посетить святыню, не увидели на месте взрыва закладного камня. Общественникам только в конце декабря 2014 года удалось получить достоверную информацию, что ни губернатор, ни его подчиненные не предприняли ничего для возведения часовни. Более того, не могли предпринять, если следовать закону. Из управления внутренней политики аппарата губернатора Волгоградской области они узнали, что регистрации спецфонда для строительства памятного сооружения не было. Кроме того, решения вопросов по изменению облика города лежат исключительно в плоскости органов местного самоуправления. Да, инициатором может стать любой человек, надо лишь формальности соблюсти. От эскиза часовни до его обсуждения и одобрения месторасположения, ну и источника финансирования. Сейчас общественники готовят ходатайство в мэрию, готовят эскиз и ищут средства. Своё согласие помочь дали предприниматели Красноармейского района Волгограда.